Всем привет! Новое обновление в Rusty уже на подходе, и сегодня мы взглянем на то, что нам добавят разработчики. Уже очень скоро запустится проект Nexus, позволяющий путешествовать между серверами, и для этого потребуется не только паром, но и терминал. Вот так выглядит новая локация терминала. Конечно, она еще в работе, лута пока там нет, но зато уже стоит подъемник для машин. Отдельно порадовали веревочные лестницы и канаты, по которым можно залезть на этажи выше. Также на локации есть мини-маяк, но ночью он не работает, по крайней мере сейчас. Для настоящих пиратов в игре появится буксир, способный перевозить огромное количество игроков. Спавнятся буксиры в портах и работают на топливе низкого качества. Скорость их не очень высока, и карго на таком транспорте догнать будет сложно. Скорость буксира лишь немного превышает скорость карго, однако высота буксира позволяет десантировать команду прямо на борт корабля. Ну и сам рулевой при определенной сноровки может на карго заскочить самостоятельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова и орудий ближнего боя, однако этот точно скоро поправят. Ну и как же без скинов, да? Встречайте, новый хазмат в морской тематике из грядущего DLC. Этот хазмат был явно вдохновлен водолазным костюмом, созданным французскими братьями Альфонсом и Теодором Карманголь в далеком 1878 году. Несмотря на визуальное наличие баллонов за спиной, под водой костюм не снабжает вас кислородом для дыхания, и носящий его дайвер утонет. Характеристики нового хазмата от классического не отличаются. Также нам добавят инструменты, топорик и кирку. Это будет рескин классического металлического топора и кирки. Рейты добычи у них одинаковые. Но есть одна вещь, которая несомненно многих порадует. Подводный факел. Как ожидается, он горит под водой, в отличие от обычного. Освещает он окружающее пространство ровно так же, как и стандартный, но вот если его выкинуть из инвентаря, то он продолжит светиться на земле. Быть может это еще поправят, но сейчас их можно набросать на землю и что-то отметить для себя или для тиммейтов. Ну и напоследок, это калаш. Очень атмосферный. Поднятый с глубины океана, ржавый, в водорослях и с рыболовным крючком вместо классической мушки. А наличие ацтекского золота на корпусе калаша как бы намекает на то, что черная жемчужина уже выплыла. Короче, Джек Воробей оценил бы. А на этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. С вами был Альфа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok